Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот впереди остался один последний месяц август, но так как у нас август не всегда, мы не всегда его считаем летним месяцем, потому что бывает, что весь август идут дожди, и у нас можно сказать, что дожди уже начались. Я хочу рассказать вам, как я использую свою пользу вот такую затяжную дождливую погоду. Кто смотрит мое видео, все видели, что я не мульчирую почву. Почва у меня всегда вот такая открытая, я ее рыхлю, и в прошлом году я рассказывала, что в августе я уже ее подгребаю их последний раз, и поливы в августе почти прекращаются. У нас и так в августе очень много дождей, чтобы не было растрескивания томатов, особенно крупноплодных. Вот сейчас я сегодня вышла делать последнюю обработку томатов. Обработку какую? Именно грунта. То есть я воспользовалась тем, что дождь пролил весь грунт мне очень хорошо. Грунт делался мягким, таким хорошим. Я вот так вот вокруг лунки делаю рыхление, подгребаю, и это у меня все. Последняя прополка, последнее рыхление, и последнее немножко как окучивание. Вот этим рыхлением, окучиванием я буду заниматься, чтобы мне всю мою плантацию обработать, нужно дня 3-4. Иногда я даже не успеваю закончить, дойти до конца, потому что делать это приходится в перерывах между дождями. Вчера был дождь, полдня. Сегодня утром встала, вроде погода хорошая. Сейчас я немного поработаю. Передали на вторую половину дня дожди. Я опять убегу домой. И вот так в перерывах между дождями буду рыхлить, подгребать и окучивать. Зачем я это делаю? Ну рыхление все знают. Я уже про это говорила, что вот я сейчас прорыхлила всю эту землю. И доступ кислорода к корневой системе. Еще целый месяц томаты будут свободно дышать. Это будет помогать им и усваивать все питательные вещества. Но все знают, что рыхлить землю это очень хорошо. Доступ воздуха к корням, во-первых. Во-вторых, все это, земля слежалась от длительных дождей. И это будет моя последняя обработка. Скорее всего я даже поливать больше не буду. Потому что вы видите, я вам сейчас общий обзор этого ряда дала. Почти все плоды сформировались. И поливать их уже не нужно. Им нужно сейчас только солнышко. Они будут зреть. Ну как они наливаются. Влага есть в земле, они будут зреть и все. Я уже показывала и рассказывала, что листья почти все оголила там, где плоды. Потому что погода пасмурная. Нам нужно ловить последние лучи солнца. И я думаю, что даже если сейчас будет дождливая погода. И даже если, например, какая-то будет повальная эпидемия фитофторы. То вот эти плоды, которые уже готовы. Им уже ничего не страшно. В крайнем случае их можно будет снять в буром виде. Унести домой. Все они хорошо сформировались. Видите, висят такие вязаночки. Все, можно сказать, что в этом году плоды завязались. Успели сформироваться. И фитофтора нас уже не догонит. Но посмотрим. Зарекаться, конечно, я им буду. Говорят, что бывает так, что за несколько дней вот как какой-то туман как ляжет. И все убивает. Но убивает листья. А томаты, если вот они сейчас висят здоровые и уже сформировавшиеся, то в крайнем случае их можно снять и дозаривать дома. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Вот это краткий видеообзор того, как я делаю последнюю обработку томатов. То есть не самих листьев, а именно грунта. Пока грунт влажный после дождя. Я все это сейчас прорыхлю. Уберу лишние сорняки. Даже если трава еще вырастет, она уже не обгонит томаты. Она будет где-то там в ногах. Она нам не будет мешаться. Прорыхлила, немножко подгребла, окучила. Все. Это у нас финал. И вот после этой процедуры обычно я уже считаю, что летний сезон закончен. Как только вот эту я обработку всю сделаю, все дальше я буду сидеть и ждать созревания плодов. Но это, конечно, громко сказано сидеть. Все равно пасынки, все это. Ну, все равно. Будем готовить грунт для следующего сезона. Начну рассказывать, как сделать грунт, чтобы рассада была здоровой, крепкой. Я уже завезла вот машину перегноя. Все вам подробно расскажу, как я раскладываю в лотки, что делаю. И все, всей этой заготовкой я занимаюсь осенью. И осенью будем готовить сразу грунт, заделывать туда все, что нужно, чтобы весной не, ну, как без спешки, просто высадить рассаду. И все. До свидания.